Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я абсолютно убежден, что это две конкурирующие сферы деятельности, очень жестко конкурирующие между собой. Ты либо занимаешься оказанием юридических услуг, повыше, да, микрофон? Вот включен. Меня хорошо слышно? Я попробую говорить еще громче, он включен. Продолжение следует... Мы либо занимаемся оказанием юридических услуг, либо осуществляем преступную деятельность. И в нашем поведении и в поведении того чиновника, с которым мы взаимодействуем, должны быть установлены четкие критерии, где является допустимое действие, а где является действие недопустимое. И мне кажется, что искать тонкую грань, по крайней мере в работе юриста, здесь по-настоящему опасно. Эта грань должна быть очень четкой. И, на мой взгляд, она все-таки должна быть урегулирована. Ничто, анализируя рынки юридических услуг в постсоветских странах, мы приходим к убеждению о том, что решающим фактором, оказывающим влияние на этот бизнес, решающим фактором является объем другого конкурирующего рынка, а именно рынка коррупционных услуг. То есть, чем больше будет рынка коррупционных услуг, тем меньше денег остается юристам. И в том случае, если юристы работают на этих обоих рынках, они просто-напросто идиоты, потому что на самом деле они съедают свой собственный хлеб. И более того, мне гораздо грустнее о том, что они при этом едят хлеб своих добросовестных, честных и порядочных коллег. Именно поэтому я так эмоционально реагирую на это. Я не мог об этом не сказать, на самом деле мне очень хотелось. Я буду говорить о качестве управления качеством юридических услуг. Я благодарен Олегу за предоставленную возможность поделиться своими соображениями на эту тему. И построю свое выступление следующим образом. Вначале будет такая теоретическая часть, чтобы она не казалась очень скучной. Я попытаюсь ее разбавить какими-то практическими наблюдениями о том, как те или иные концепции управления качеством в юридической фирме преломляются в поведении, может быть, в ошибках партнеров юридических фирм на постсоветском пространстве, на так называемых новых рынках. Я специально при подготовке этого доклада еще раз прошерстил интернет, нашу библиотеку, и обнаружил о том, что в общей сложности я нашел более 40 различного рода концепций управления качеством. Иными словами, каждая концепция, каждая система представляет из себя некий набор критериев, инструментов, методов, механизмов, правил, стандартов и так далее, и тому подобное, построенных примерно по такому принципу. Давайте вы 384 правила будете соблюдать, тогда ваша фирма будет считаться хорошо оказывающей юридические услуги, и вы хорошо управляете качеством. А другой формат говорит вам, нет, должно быть не 384, а 285 критериев. Поэтому я попытался обратить ваше внимание лишь на те подходы к управлению качеством, которые, пожалуй, заслуживают наибольшего внимания, потому что они наибольшей степени иллюстративны, они расставляют разные акценты в том, как мы должны относиться к этому вопросу, чтобы обеспечить некий желаемый результат. И опять-таки я постараюсь не очень сильно здесь стереотизировать, потому что первая часть на самом деле очень депрессивная. Она говорит нам о том, что мы всего лишь должны выполнять опять-таки энное количество правил нашей жизни, тогда мы будем счастливы. И мы знаем точно, что мы эти правила соблюдать не будем. Отсюда необходимость второй практической части этого доклада, которая говорит о том, что ну хорошо, ну вот замечательно, я должен соблюдать 300 правил, но я сейчас не соблюдаю 284 из них. И чего мне делать? По опыту нашей работы я предложу что-то вроде такой пошаговой инструкции расчистки собственных авгиевых конюшен. Как подступиться к теме о том, как можно быть хорошим. А что значит быть хорошим? На самом деле руководители юридических фирм, они вот, они знают, что такое быть хорошим. Да, это наше импровизированное исследование, ответ на вопрос, ребята, а управление качеством, вот вообще вы классная фирма, это как? Ответы в основном касаются тех тем, которые я предлагаю вашему вниманию на экране, вы можете посмотреть, а я возьму микрофон такой. Вещем уже, да, лучше уже караос. Смотрите, что получается. Ну, во-первых, как бы мы классная фирма, у нас все хорошо, тогда у нас есть клиент, есть работа. Ну, то есть это нас ориентирует, конечно, на то, что мы оказываем какие-то востребованные услуги, мы нацеливаемся в удовлетворенность клиентов, ну, это еще надо понимать, что удовлетворенность клиентов, это и есть главный ключевой фактор наличия этих клиентов, да. Мы немножко обращаем внимание на качество клиентов и проектов, потому что мы уже учимся понимать, потому что наличие работы, это еще не наличие денег, об этом была у нас очень большая хорошая сессия сегодня, да. То есть работы стало больше, денег почему-то больше не стало. Соответственно, мы начинаем задумываться о том, что есть все-таки различные качества клиентов и проектов. Мы выходим на какие-то определенные финансовые показатели. На новых рынках в постсоветском пространстве, что такое быть классной фирмой, все это не говорят, но хотят, чтобы их признавать. Вот абсолютно точно, это очень-очень важный критерий. Вот на новых рынках, на всех молодых рынках люди немножко болеют темой о том, что хорошие, это когда нас считают хорошими. В этом смысле мне очень понравилось наблюдение Андрея Готбаса на одной конференции, ему задали вопрос, как бы сделать так, чтобы Чамбра стрелил к жену. А Андрей ответил, ну надо построить классную фирму. Это только последний критерий, пятый. По большому счету, чтобы тебя признавали лучшим, ты должен быть лучшим. Но тем не менее, признание это тоже какой-то значимый фактор, это репутация в признанках иных средных сообществах. Про себя, в сообществе, потому что юристы тоже много дают друг другу работы, в средствах массовой информации, потому что они поддерживают твою репутацию. Ну и в какой степени поддержание уверенности в себе для молодых рынков, это важно. Я должен постоянно, как с детьми малыми, да, но все-таки ты должен каким-то образом подсказывать им о том, что нормально, хорошо у тебя получается. Молодец, 10 лет назад тебя никто не знал, и теперь дети пишут, на конференции поступают. Это тоже признак классности, это поддерживает нас. Ну и все-таки классная юридическая фирма, это когда людям нравится этим заниматься. Это все-таки вопрос какой-то мотивации и лидеров, и команды, чтобы как бы самим нравиться. Нет ощущения у тебя классной фирмы, если самому как-то вот она не нравится. И ты на работу приходишь, как-то стоит, ну, нахлубь по накатанку, да? Еще для руководителя юридических фирм характерно качество этого, знаете, этого значит, чтобы вот головника не было каждодневного. То есть классная фирма, это делать так все работает, как-то так более-менее. Какие-то процедуры, там, качество управления, мы управляем все, какая-то система существует. Ну, то есть вот есть ощущение такое, что я вот отпал на 2-3 дня, а у меня еще не остановилось. Ну, как-то все-таки работает. Вот это тоже говорит о качестве, о управлении качеством, да? Ну и, наконец, ну, я бы сказал, вот сюда мало кто доходит. Вот, наконец, качество, это, ну, по большому счету, чтобы мы были классные, чтобы мы оказывали классные услуги. Не чтобы клиенты покупали наши услуги, а мы можем что-то делать, что является по-настоящему хорошим, достойным продуктом. Это какая-то определенная конкурентная стратегия, если мы не хотим быть лучше всех, то, по крайней мере, лучше других. Это ориентация на то самое качество, к которому мы должны стремиться. Вот мне кажется, что здесь вот так вот, вот для большинства операций рынка это не очевидно. Вот об этом качестве уже говорят не так многие люди, ну, значит, стоит, наверное, мне об этом говорить поподробнее, да? Итак, вот концепции и теории. Первый подход к управлению качеством основан на, в принципе, это такой банальный, террелиальный риск-менеджмент, да? Это различного рода руководство по качеству, которое в себя представляет различную вот систему нормативных требований, принципов, стандартов, которые определяют некий минимум управления качеством юридической практики, да? Целью них мы устраним наиболее классных проблем. То есть мы не говорим о том, что такое классная услуга, но мы, по крайней мере, точно говорим, что будет являться признаком неклассности, да? Причем просто мы фиксируем наиболее часто происходящие сбои и стараемся их каким-то образом устранить. Ну, например, классная услуга, когда ты не оказываешься в конфликте интересов. Ну, ты не оказываешь конкурентные услуги различным людям, почему? Потому что теряешь доверие сразу в обоих, у тебя репутация по этим есть. Ну, мы все знаем, что это классно, но у кого есть какой-то более-менее четкий фиксированный протокол, каким образом ты отлавливаешь конкурентные интересы в своей практике, особенно для больших фирм. Ну, классные услуги, когда ты внимательно относишься к документам клиента и, по крайней мере, их не теряешь. Мы это понимаем, да? Ну, а у кого есть процедура, которая абсолютно четко говорит, какие документы хранятся в сейфе, а какие ты кладешь в портфель и отправляешься в ночной клуб в пятницу вечером, чтобы почитать их выходные дни? Я привожу реальный пример из практики очень солидной юридической фирмы. Ну, естественно, понятное дело, его в прямом смысле слова пропиваешь. Вместе с документами клиента. Соответственно, это различные инструменты, рекламенты, памятники, обязательные процедуры, мастхевки, протоколы, чек-листы, платформы, которые должны быть, которые гарантируют, что у тебя, по крайней мере, вот какой-то большой, больших неприятностей, сбоев в качестве не произойдет. И вот те системы, которые мне, ну, по крайней мере, в мире представляются не более успешными, геодикты, голландская модель, хорошо мультиплицированная в Европе, и лекция, модель, которая продвигает лоса сайта сейчас, англии лоса, представляет из себя не что иное, как определение критерий. Ты должен обеспечить, чтобы у тебя вот это никогда не произошло. Ты можешь обеспечить это, устанавливая свои правила, а можешь купить нашу готовую систему качества и просто, по крайней мере, соблюдать их. Да, они касаются людей, коммуникации, процедуры, которые происходят в фирме. Ну, и, конечно же, второй этап, кроме того, что эту систему ты покупаешь, внедряешь у себя, надо просто следить за тем, чтобы она хотя бы немножечко соблюдалась. Ты аудируешь, либо сам себя, либо кого-то приглашаешь, либо коллег приглашаешь, которые проверяют тебя, получается, у тебя нет. У тебя возникает какая-то дисциплинарная практика, ну, здесь, конечно, без корпорации тяжеловато. Тяжеловато следить за качеством, когда нет профессиональной корпорации, органы которыми может пожаловаться клиент, который скажет о том, что там что-то происходит не так. И на основании регулярно возникающих каких-то острых ситуаций, ну, по опыту нашей коллег из «Виадикта» или «Эксел», я спросил, как часто вы даете апдейт своему руководству качества, обновляясь информацию? Они говорят, фактически каждую неделю что-нибудь происходит. Вот последнее обновление «Виадикта» было связано с тем, что юристы поймали на том, что он сделал комментарии в социальных сетях, где немножечко подслил информацию про своего клиента. Но это было сделано в такой форме, где там грань между его частной жизнью и профессиональной деятельностью была такой-такой тоненькой. На самом деле, там просто юрист намекал о том, что он на самом деле вступил в половую связь с представителем клиента. Ну, вроде частная жизнь. Но как-то так это было сделано, и сообщество задумалось о том, что, ну, наверное, какой-то должен быть протокол, который говорит, что, наверное, так делать не надо. Рассказывать об этом в социальных сетях. То есть что-то, что-то там должно происходить. Мне нравятся эти системы. Мне кажется, что они обозначают тот самый минимум управленческих стандартов, которые просто представляют из себя некую технику безопасности, но воплощенную не в глупых инструкциях, а где-то немножко кровью написано. Но ведь глупо говорить, коллеги, о том, что светофоры, ну, прямо так ограничивают креативность нашего движения, по-моему, в конечном итоге, где-то немного, где-то немного говорят о нашей безопасности. Если у тебя написана процедура и протокол приема клиента, который должен запускать, что ты должен проверить, что клиент не обращается к себе с кем-нибудь преступным замыслом, ну, значит, ну, как говорится, если не сопридешь, то немножечко сам годовать. Вот, например, модель Viadipia, выстраивает эти процедуры, а их действительно, там, порядка 250 этих протоколов. Ориентируясь вот на такую модель качества, где ядро знания и компетентность юриста являются непрозрачными для клиента, но презюмируются. Соответственно, здесь чуть больше внимания со стороны самой юридической фирмы. Ну, то есть, следи, например, за тем, чтобы у тебя появлялись новые люди на работе, только имеющие высшее юридическое образование. Следи за тем, чтобы у тебя были обновляемые правовые системы. То, что относится к ядру услуги. Дальше отношение с клиентом, вопрос лояльности к нему, конфиденциальности, ценности консультанта, его независимости. То есть, взаимодействие с клиентом, что можно, что нельзя с ним. И там тоже какие-то определенные правила, что ты можешь, что ты не можешь делать. Следующая оболочка – это сервис, процедуры. То есть, как ты управляешь в операционном смысле тем, что делаешь. Например, насколько хорошо, отчетливо ты информируешь клиента о рисках, которые возникают в проекте. По какой форме и проформе ты подтверждаешь? Есть ли у тебя вообще проформа, которую ты подтверждаешь принятие поручения? Коллеги, есть ли у вас проформа, которая некий стандартный документ, который вы все время высылаете клиенту для того, чтобы подтвердить принятие поручения? Вот если он есть, если он соблюдается в контроле чего соблюдения, слава богу. Если его нет, значит, есть вероятность того, что вы приятно в ближайшем образом информируете о принятых для себя обязательствах. Еще очень важный аспект в риск-менеджменте – очень четкое разграничение объективного и субъективного восприятия услуги. Смотрите, есть понятие объективное качество юридической услуги? Есть. Есть понятие ненавидии клиентов. Но в момент оказания услуги кто по-настоящему может очень хорошо, профессионально оценить именно качество этой услуги. По большому счету, это оценивает, как правило, только коллега или ты сам, либо более опытный коллега в данной конкретной области. Представляется ли часто такая возможность процедуры для управления юридической фирмой? На самом деле мы можем ее обеспечить, если скажем о том, что документы, которые уходят к клиенту, всегда, в любом случае, при любых обстоятельствах, всегда считываются хотя бы на второй паре глаз. Ты уже повышаешь объективно качество этих услуг. Но с другой стороны, огромные проблемы возникают тогда, когда ты оказываешь услугу высокого качества, объективно, классно, только клиент не понял свое счастье. То есть ты сработал классно, но ему почему-то не понравилось. Почему? Я привожу этот пример регулярно. Потому что у консультанта, который разговаривал с клиентом, плохо пахнет изо рта. Если следовать определению услуги из американского учебника качества, качественная услуга, та, которая удовлетворяет клиента, не привела к тяжелым для него последствиям, наличия которых он не мог осознать в момент, когда он принимал эту услугу. Сходил в ресторан, понравилось, и не отравился, и ночью спал. Соответственно, ты процедуру ориентируешь не только на то, чтобы она была объективно классная, знание, компетенция, проверка, коллегиальный контроль. Но следишь за тем, чтобы ты к клиенту коммуницировал, это так, чтобы он оказался удовлетворенным этой услугой. Но вот здесь, на новых рынках, где проблема возникает, вот здесь вот там очень часто возникает замедленная бомба. Клиент тащится, ему очень хочется, ему нравится. Но только услуга дурацкая. Почему? Потому что, например, клиенту хочется дать мне здесь сейчас вот это решение, чтобы быстро. И юристы такие, раз, побежали, ну потому что спрос, да, он удовлетворен из клиента, побежали удовлетворить. Подавляющее большинство клиентов на новых рынках, когда приходят и обращаются к услугам юристов в область разрешения судебных споров, формулируют задачу предельного роста. Мне, пожалуйста, вот желательно через полгода, а вообще лучше завтра, вот такой судебный результат. Можно удовлетворить клиента, оказав такую услугу? Да, многие юридические фирмы кратятся тем, что именно эту услугу они предоставляют. Те риски, которые при этом у клиента возникают, тот коррупционный эффект для экономики и для восприятия юридической профессии, которая возникает, выпадает на системы, которая качествует юриста в этой ситуации. Нет, ну как бы можно, но тем не менее, ну, можно оказать такую услугу, ну, может быть, тебя потом посадят в тюрьму. Или вот классический пример заведомый бомбер аудитовское заключение, которое говорит о том, что можно использовать эти схемы оптимизации, потому что налоговые органы пока не научились наказывать за это использование. Клиенту нравится такое заключение, но с точки зрения качества очевидно, что не все правы и не слизистой проконтроли. Можно попробовать так. Уровни управления, как подход к управлению качеством. Вот на операционном уровне все хорошо. Бизнес-стратегия классная, ориентирует нас на финансовый указатель. Корпоративная стратегия, как мы организуем, на какие рынки ориентируемся и так далее. Но мы говорим о том, что по большому счету, если чем-то и отличаются между собой классные фирмы и не классные фирмы, они отличаются наличием у себя нормативной среды и культуры. Все классные фирмы прекрасно знают, что они делают, что они не делают, как им в принципе они руководствуются, а как им нет. Они имеют свое лицо и придерживаются его. Соответственно, вот там бы в качестве поработок было бы очень здорово. Есть вот такой подход 5 олимпийских коллег, некая матрица. Вот это все должно быть, все должно быть сбалансировано. Если где-то что-то проседает, ты вылетаешь. Он ориентирует нас на очень важную вещь, что качество это не только вопрос взаимоотношений с клиентом по оказанию услугу, но и вопрос качества нашего внутреннего управления. А у нас-то как? У нас люди-то мотивированные, а у нас лидеры-то вообще лидеры? У нас управляющие управляют на самом-то деле. А есть ли у нас инфраструктура какая-то внутренняя культура, которая это поддерживает? Не, ну хорошо, у нас есть устойчивые клиентские отношения, клиенты что-то платят, наши услуги пользуются спросом, все хорошо, но при этом завтра-то будут эти услуги пользоваться спросом или придет другой оператор, наши услуги не будут пользоваться спросом. Это вынуждает нас как-то более гармонизированно относиться к управлению отношений. В частности, вот в отношении пяти параметров успеха баланс внешней удовлетворенности клиента, наличия спроса и нашего внутреннего качества. Почти все фирмы на постсоветском пространстве, на новых рынках работают вот здесь. Мы успешны, потому что у нас есть несколько очень классных клиентов или много очень классных клиентов, которые готовы нам платить. У нас очень классное отношение с клиентами. Чем это заканчивается? Говорил за той самой сессией, на которой я ссывался. Это может закончиться только ценовой конкуренции. Почему? Потому что если ты параллельно при этом не инвестируешь в качество своих юристов, твои классные отношения с клиентами не поддерживаются. Тебя клиент любит, 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 любит. Но до тех пор, пока все-таки не появляется кто-то, которого он пока еще не знает, но он реально лучше. В этот прекрасный момент он перестает тебя любить и начинает любить другого. Соответственно, если ты не инвестируешь своих сотрудников, ты не можешь добиться степени дифференциации. Сделай так, чтобы твои конкуренты догоняли тебя не только потому, что у тебя классное отношение с каким-то набором олигархов, а он тебя не может догонять, потому что у тебя классное отношение с набором олигархов, но вредом ты работаешь, что-то побери лучше. Соответственно, вот это единственный цикл, это единственная стратегия, которая позволяет добиваться к настоящему универсальному отношению к качеству. Ну и вот, пожалуй, такая наиболее удачная модель управления качеством, ну, посмотрите, коллеги в интернете, это Total Quality Management, TQM, Motorola, 1986 год, придумана, разработана, потом дополнялась, она наиболее четко, гармонично показывает о том, что качественная услуга, на что обращают внимание, куда, куда, куда смотрим, да? Качество услуг, качество организации профессоров, уровень квалификации людей, три ключевые критерия, удовлетворенность клиента, улучшение финансового указателя, повышение удовлетворенности своих собственных людей, два ключевых механизма, поддерживаем, подбрасываем мяч, и наоборот, подпираем его или тянем его наверг, за счет контроля, качества и повышения качества, три ключевых условия, где очень, очень важные моменты о том, о увеличении самого руководства в эту самую систему наличия, у них соответствующие мотивации, истинные инвестиции людей для достижения дифференциации, и все структуры и процессы подтягиваются под систему управления качества, а не существуют сами по себе по интересам руководителей, да? Но подробнее об этом, я думаю, что можно просто прочитать в Википедии. Да? И вот здесь, пожалуй, самое интересное, очень-очень важно, TQM, Total Quality Management, противоставляется авторитарному стилю управления, который является характерным для подавляющего большинства юридических фирм на постсоветском пространстве. Да? В чем это противоставляет? Пора, да? Минуту дальше? Спасибо. В чем различается это противоставление, найдете на этом слайде, я готов презентацию направить, и пять шагов. Страшно, чудовищно, это не получается, это не получается. Спокойно, товарищи, спокойно. Двигаемся по шагам. Первый шаг. Ничего не получится построить классную фирму, если ты этого не хочешь. Слева наиболее существенное заблуждение. Я сейчас построю классную фирму, а потом, чтобы кто-то ее управлял, я буду заниматься частью другим. Справа пути его преодоления. Последний момент, наиболее, пожалуй, интересен. А что, другие лучше нас, что ли? Ну, типа, а чем они лучше нас? Да, они лучше вас. Ваши конкуренты лучше вас. Работают и оказывают определенные виды услуги. Страшно? Нет, ничего подобного. Надо просто понять, чем они лучше и работать. Догонять их там, ты догонять, и культивировать те качества, которые ты в себе имеешь, где ты работаешь лучше их. А для этого требуется стратегический фокус. Пойми, в чем ты можешь быть лучше, потому что ты не можешь быть лучше во всем. А как только мы определяем фокус, нормально, коммуницируем, подчиняем ему управление, дисциплинированно соблюдаем, отличаемся от конкурентом, и все. Теперь вот корректируем стратегию по ходу. Абсолютно точно вычищаем завалы, где очень важный элемент, Сергей Геннадьевич, спасибо огромное, где очень важный элемент, на самом деле, финансовая гигиена, элементарная способность себя почитать. Это не привилегия больших фирм. Я убежден, что это гигиена любого бизнеса, в том числе, и даже самой небольшой, бюджетной юридической фирмы. Регламентируемся, управляем, 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 управляем талантом. Четвертый шаг, всего их будет пять. Внутренний фокус, внимание к основному активу, то есть, ну, на качество людей, товарищ, посмотрим, кто, кто, кто это будет делать, кто это будет качественно внести. Кого мы набираем? Талантливых людей, которые готовы нам подсказать, что мы неправильно делаем, у людей, которые просто будут подчиняться нам. При этом обратите внимание на качество лидеров. Если ты назвался партнером своей фирмы, если ты просто самый лучший юрист своей фирмы, это не значит, что ты обладаешь необходимой квалификацией для того, чтобы управлять юридической фирмой. Так подтягивайся до этого эталона. Это что за эталон такой? Это эталон, это партнер наиболее успешных, наиболее прибыльных юридических фирм коллеги. Надо уметь делать так, как умеют делать они с точки зрения квалификации. Ну и воспитывать себе истинное лидерство, а не быть просто руководителем по определенной должности, избегая соответствующих недоразумений. И клиентский фокус. Ну, что такое качественное отношение с клиентом? Да ты пойми, на что ты ориентируешься в этих клиентах. Что на самом деле клиенты у тебя покупают? Успокоение, спокойствие, риски, азарт, удовлетворение жажды мести? Поймите это, и можно двигаться. Значит, чтобы поддержать, вот мне это очень, очень помогло в свое время, буквально месяц назад, вычитывал в книжке по детской психологии. Значит, спонтанно мы все делаем неправильно. Точнее, спонтанно мы запросто можем делать что-то не так. Наш рынок спонтанный. У нас не было обращивания, для того, чтобы следовать им. Если человеку предложат, что в каком велосипеде лучше едете, он, ну, вот вы какой выберете? Быстрее, маневрнее, брать вот этот велосипед, правда же? Да, а теперь представим себе, что дается выбор человеку, который вообще не имеет представления о том, что такое велосипед. Он какой велосипед выберет? Трехколесный. Трехколесный, потому что понятно, что на нем можно садиться и ехать. Наши спонтанные решения к чему-то в управлении нашей фирмой не обязательно будут правильными. Ну, ничего. Как любой ребенок, гражданин поздно после пересечения трехколесного, двухколесного. Спасибо. Я прошу прощения за отношение к нам.